Что касается польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под натовским зонтиком сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем оторвать себе кусок пожарнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории, сегодняшнюю Западную Украину. Хорошо известно, что мечтают они и о белорусских землях. Что касается политики украинского режима, то это его дело. Хотят, как это водится у предателей, что-то сдать, продать, чем-то расплатиться с хозяевами, это, повторю, в конце концов, их дело. Мы в это вмешиваться не будем. Послушайте, товарищ, товарищ, можно вас минуточку? Хотелось бы, так сказать, в общих чертах понять, что ему нужно. Да понять его, Надежда, царь, не мудрено. Они кемскую волость требуют. Воевали, говорят, так подай ее сюда. Что-что? Кемскую волость? О, я, я. Кемская волость. О, я, я. Да пусть забирает на здоровье, я-то думал, господи. Как же это так, кормилец? Царь знает, что делает. Государство не обеднеет. Забирайте. Забирайте. Мы в это вмешиваться не будем. Царь знает, что делает. Государство не обеднеет. Забирайте. Забирайте. Мы в это вмешиваться не будем. Но что касается Белоруссии, то это часть союзного государства. И развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами. Это наша корова, и мы ее доим, понял? Постойте, пацаны. Так дела не делаются, пацаны. Вы что, Вова на анарах, а ваш барыга по кабакам гуляет? Ты что, не врубайся, да? Это наша корова, и мы ее доим. Да какая корова? Кого ты даришь? Царь знает, что делает. Государство не обеднеет. Забирайте. Забирайте. Не вели коснить, великий государь. Вели словом он ведь. Да ты что, сукин сын, самозванец казенной земли разбазариваешь? Так никаких властей не напасешься. Польские власти, вынашивая свои реваншистские планы, правду своему народу тоже не говорят. Польские власти, вынашивая свои реваншистские планы, правду своему народу тоже не говорят. Тоже не говорят. Тоже не говорят. А правда заключается в том, что украинского пушечного мяса Запада уже явно не хватает, недостаточно. Поэтому в ход планируют пустить новые расходные материалы. Самих поляков, литовцев и далее по списку. Всех, кого не жалко. Скажу одно. Это очень опасная игра. И авторам подобных планов стоит задуматься о последствиях. Алексей, добрый вечер. Даня, приветствую тебя. Мещанский суд на самом деле только что арестовал Игоря Стрелкова на два месяца. То есть сезон пробудет до 18 сентября. Но и самое интересное, что обосновали это в Мещанском суде тем, что Стрелков является известной личностью, обвиняется в преступлениях средней тяжести, причем против конституционного строя Российской Федерации и, соответственно, может скрыться. Еще одна такая довольно любопытная формулировка. По версии следствия, по версии следствия, Стрелков имеет связи, является действительно известной личностью и обладает навыками конспирации. Ну вот не знаю, верить в это не верит, но тем не менее такая формулировка сегодня тоже прозвучала. Если конкретно, то это вторая часть статьи 280 Уголовного кодекса Российской Федерации. Звучит она как призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. И надо отметить, что вердикт суда Игорь Стрелков воспринял довольно сдержанно, практически на протяжении всего процесса. Длился он больше двух часов, стоял со скрещенными руками, немножко отстраненно, как будто бы свысока наблюдая за тем, что происходило в зале суда, ну и защита Игоря Стрелкова, конечно же, планирует обжаловать вот этот вынесенный вердикт судей. Обязательно будем обжаловать это решение, оно, на мой взгляд, абсолютно неправосудное. Нарушен был ключевой принцип состязательности сторон в уголовном процессе, потому что вот это скороспелое решение, которое было вынесено, оно не позволило защите предоставить убедительные доказательства того, что, ну я по привычке называю Игоря Ивановича, что извините меня, хотя он Игорь Вселыч, Геркин, да, не было предоставлено возможности защите, предоставить доказательства того, что, ну, во-первых, у Игоря Ивановича есть определенная, скажем так, проблема со здоровьем, во-вторых, он мог предоставить и поручителей, и мы могли собрать характеризующий материал, если бы нам было предоставлено время для этого. К сожалению, судья нам в этом отказала, но будем продолжать бороться в апелляционной инстанции. Ну, как сейчас можете видеть за моей спиной довольно много людей, конечно, большая часть это журналисты, но многие пришли поддержать Игоря Стрелкова, в первую очередь это представители так называемого клуба рассерженных патриотов, и его глава Павел Губарев, который еще известен, если следили за тем, как начинались боевые действия на Донбассе в 2014 году, это был народный губернатор Донбасса, и вот его буквально несколько минут назад отправили в автозак, здесь в нескольких метрах от меня он находится, и отправили после того, как он начал, в общем-то, перед журналистами рассказывать о том, что не согласен с задержанием Игоря Стрелкова. Давайте послушаем, что он успел сказать. Экстремистское сообщество – это клуб рассерженных патриотов, председателем которого я являюсь, то есть мы создали его вместе. Писать спросу. Хочу к Игорю Ивановичу. Ну я же тоже соучастник, я тоже, ну получается, если экстремистское сообщество – это мы, то я тоже участник экстремистского сообщества. На самом деле, надо сказать, что задержание Игоря Гиркина Стрелкова случилось абсолютно внезапно, хотя для некоторых, возможно, и предсказуемо сообщило. Примерно в районе полудня сегодня о нем супруга Стрелкова Мирослава. Она написала в социальных сетях, что в 11.30 к ним в квартиру пришли следователи, начали проводить обыски. Самой ее в тот момент дома не было, но со слов консьержа она узнала, что ее мужа взяли под руки и увезли в неизвестном направлении. И действительно, даже адвокаты сегодня не были в курсе, куда конкретно увезли Стрелкова, то есть в каком отделении полиции он дает показания, где его допрашивают, в каком суде будет происходить процесс, в случае, если сегодня ему изберут меру пресечения. Была информация, что его отправят в Басманный суд, но вот сегодня, примерно в 16.30 стало известно, что здесь, в Мещанском суде, будет избираться мера пресечения. И вот такая любопытная деталь, по некоторой информации, только в тот момент, когда Стрелкова уже завезли, завели, прошу прощения, непосредственно в сам зал суда, только после этого в СМИ появилась информация, что он здесь, в Мещанском суде, поэтому большинство журналистов наблюдали, так скажем, за процессом исключительно на оружии. Конечно же, всех мучил вопрос, за какие конкретно вещи вменяют Игорю Стрелкову экстремизм. Сейчас вот мне подсказывает оператор, что еще одного человека задержали. Сейчас попробуем показать это в прямом эфире. Люди кричат «Свободу!» «Свободу Игорю Стрелкову!» То есть продолжается такое небольшое столпотворение, и правоохранительные органы, видимо, реагируют на вот такие вот мини-митинги, в основном одиночные пикеты, я бы даже сказал. Ну вот, продолжить те свои заседания, то только тогда стало известно, что задержали Игоря Стрелкова не за посты последней недели, то есть те, в которых он непосредственно обрушился с очень мощной критикой власти, и даже ее первого лица цитировать, конечно, я не буду. Оказалось, что дело все связано с постами двухмесячной практически давности, от 25 мая, где Игорь Стрелков критиковал то, что некоторым военнослужащим, которые принимают участие в боевых действиях в Украине, не выплачивают необходимые пособия и зарплаты, и, кроме того, еще высказывался по вопросу крымского полуострова. Но надо сказать, что сегодня не приминули присоединиться и, так скажем, хайпануть и некоторые другие публичные личности, чтобы, так сказать, стать причастным к задержанию Игоря Стрелкова, к примеру, бывший депутат от «Единой России» по городу Ярославлю Дмитрий Петровский написал, что он несколько дней назад направил заявление в Генеральную прокуратуру России с просьбой как раз рассмотреть, дать оценку вот этим последним постам Игоря Стрелкова, где он критиковал главу государства. Но сам Петровский довольно одиозная фигура. В 2016 году он был просто пластическим хирургом, после чего решил пойти в политику, смог попасть в муниципалитет депутатом, вошел, вступил в «Единую Россию» и резко стал провластным, очень сильно критиковал абсолютно всех людей, которые не согласны с российской властью. Это такой местного разлива Стас Борецкий. Он ломал тоже айпад, планшет, как ответ на американские санкции, введенные против России. Но сегодня с ним пообщались. Давайте послушаем, что он сказал. Я действительно написал 19.07 заявление на Игоря Гюлькина в генеральную прокуратуру, на имя нашего генерального прокурора Игоря Краснова, возмущенный тем, что данный субъект оскорбил меня как гражданина, оскорбил тем, что призывал власть, призывал отвергать нашего президента, которого мы все россияне выбрали, и который, собственно, является гарантом нашей конституции, и при этом оскорблял нашего президента. На мой взгляд, то, что он говорил, то, что он высказывал, является оскорблением меня, прежде всего, как гражданина. Какая отвратительная рожа! Ну и, конечно, об Игоре Стрелкове нельзя не сказать в контексте того, что он находится в международном розыске по делу о сбитом Боинге МХ-17, в малазийском Боинге, который был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. Тогда погибли 298 человек. Затем на разваливаниях часовни... Простите, часовню тоже я развалил? Продолжение следует... Б show В Б Р 后